Из Нью-Йорка постепенно исчезает одна из его достопримечательностей девушки, разгуливающие по улицам Топлес. И дело не в пуританских протестах, и пока не в запрете со стороны мэрии, все гораздо проще, на улице становится прохладнее, и любительницы показать себя уходят на зимовку. Так часто бывает в истории, начиналось как подвиг, активисты грудью в буквальном смысле этого слова защищали права женщин, а потом переродилась в фарс, пусть и с коммерческой составляющей. Нина Вишнева, пользуясь последними теплыми днями, наблюдала уходящую красоту бабьего лета. Она долго отнекивается, ссылается на занятость и даже вдруг вспоминает о девичьей скромности. Я стесняюсь. Но не прикрытая ничем, бунтарская натура в итоге побеждает. Я отражаю законные права женщин, детка. Равенство полов – это наш символ свободы и равенства между всеми людьми. Таких символов на Тайм-сквер много, всех форм и расцветок. Лордес – одна из деснудес, в переводе с испанского – ню, обнаженные. Так сами себя называют эти революционерки, большей частью испаноязычные. Лордес, к примеру, уроженка Пуэрто-Рико. Одежды действительно на теле не очень много. Все больше краска, цветов американского флага и тех же оттенков плюмаш на голове. В таком виде ходить по Манхэттену можно с 1992 года. Именно тогда окружной суд принял решение, что позволять мужчине в публичном месте снимать, например, футболку и в то же самое время не позволять женщине обнажать верх – это верх дискриминации. Правда, здесь, в Манхэттене, на Тайм-сквер, девушек стражи порядка периодически все равно останавливали. Но два года назад было принято решение больше их не трогать. Пусть радует глаз. В итоге глаза нью-йоркцев стали разбегаться. Тех, кто решил, грудью проложим дорогу себе, с каждым днем все больше. Мэра, ну, просто завалили жалобами. По центру Нью-Йорка с детьми пройти невозможно. Очень многие чувствуют себя некомфортно, глядя на это. С точки зрения здравого смысла, такого не должно быть в публичном месте. Место и впрямь особое. До середины 80-х на Тайм-сквер Тон задавали наркодельцы и женщины легкого поведения. В барах крутились морячки из торговых судов, заходивших в Нью-Йоркскую гавань. В театрах шли пьесы весьма сомнительного содержания. Теперь бродвейские театры другие, но сомнительное содержание прямо под носом полиции. Центральное отделение сверкает огнями через дорогу. Рядом призывной пункт в армию. Новобранцам в казарме, конечно, будет что вспомнить. Но как со всем этим быть дальше? Никто не знает, ведь все по закону. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя в этом месте защищенными, чтобы к ним никто не приставал, никто не мешал наслаждаться городом. Девушки пристают, не стесняясь, но большинство туристов только за. Иногда, правда, слышны недовольства, исключительно на тему государственной символики. Это крайне неуважительно. Люди встают, отдавая честь флагу. За него погибали в бою. Неужели как-то иначе нельзя было себя раскрасить? Крашеных и ряженых в районе Тайм-сквер на любой вкус. Но запечатлеть себя на фото просто так, из любви к искусству, никто не дает. Случаи потасовок за неуплату между дутыми героями и туристами здешняя полиция хорошо помнит. О своих доходах за день Лордес скромно молчит. Она вообще скоро собирается прикрыть бизнес и грудь. Вернусь в колледж, я же студентка, кроме того, у меня есть работа. Танцую в клубах сальсо. И кем ты будешь, когда закончишь колледж? А бизнес-бург.